Санкт-Петербург Медицинская помощь необходима не только людям, но и братьям нашим меньшим. Современные технологии позволяют оказывать квалифицированную помощь и лечение и четвероногим пациентам. Так, на Сестрорецкой государственной ветеринарной станции установлено новейшее оборудование рентген-кабинета и один из самых прогрессивных на сегодняшний день аппарат ультразвуковой диагностики. И теперь данные исследования в Сестрорецке проводятся на самом высоком уровне, создавая весьма серьезную конкуренцию лучшим ветеринарным клиникам Петербурга. Мы находимся в Сестрорецкой государственной ветеринарной станции и видим новый аппарат УЗИ, Лоджик 9, последний. Сейчас проводятся УЗИ брюшной полости собачки врачом. Всегда можно прийти на прием в нашу станцию с 9 до 9 и произвести необходимые манипуляции на новом аппарате. Спектор огромный, 4 датчика в своем оснащении, которые могут полностью провести диагностику животного любого масштаба, и маленькую кошечку, и огромную собаку. У нас также можно отобрать кровь и сделать инген, потому что в Сестрорецке впервые в городской клинике установлен инген, установлен специальный модуль для этого. У нас сколько? Может быть там, опять же, в позвоночнике защумение какое-то. Как бы надо гонять? Таз целый. Таз целый. Сейчас боковую сделаем. А, пока нет, сейчас боковую сделаем. Помимо всех видов базовых услуг для животных, весь предстоящий год в государственных ветеринарных клиниках проходит социальная акция по бесплатной вакцинации от бешенства для собак. Единственное условие – это наличие у владельца животного регистрации в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы воспользоваться социальной акцией по бесплатной комплексной вакцинации собак от бешенства, необходимо иметь свой паспорт. И, соответственно, в эту акцию входит и сама вакцинация, и чипирование. И если у животного нет паспорта, то, соответственно, будет выписан паспорт животного, который, собственно говоря, будет находиться у владельца в течение всего времени дальнейшего. Зима в самом разгаре. От сильных морозов, увы, страдают и домашние питомцы. Как правило, при длительных устойчивых низких температурах воздуха учащаются случаи обращения в ветеринарные клиники владельцев в основном собак. Ведь этим животным необходим уличный выгул при любой погоде. Для этого нужно соблюдать рекомендации специалистов. Соблюдать режимы прогулки, их укоротить до минимального количества времени пребывания, одевать животное и обязательно обрабатывать или одевать обувь на собак, либо обрабатывать подушечки лап специальными средствами, чтобы от отморожения и от реагентов, чтобы они не раздражались и не было никаких дерматологических проблем. Собаки и кошки, они могут точно так же элементарно простудиться, чем это просто? Ну, они могут переохладиться. Простыть нет, а переохладиться, да. В связи с этим могут возникнуть системные какие-то заболевания, либо обостриться хронические заболевания. Пару слов скажу про ветеринарную клинику Сестрорецка. С одной стороны, она компактная, с другой стороны, очень удобная для и посетителей, и для владельцев животных, которые сюда приезжают. И Сестрорецкая клиника, она пользуется заслуженным уважением не только среди жителей Сестрорецка, но и всего курортного района, да и из других районов города тоже сюда приезжают. Сестрорецкая ветеринарная станция примечательна не только сверхточным современным оборудованием, но и своими специалистами. Нашей съемочной группе удалось познакомиться с уникальным человеком, посвятившим всю свою жизнь врачебной практике и помощи животным, о котором скоро мы расскажем вам в отдельном материале. Здесь работает самый опытный сотрудник Государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга Анатолий Николаевич Романов, который в свое время руководил управлением ветеринарией нашего города и с той поры остался работать в нашей системе и до сих пор приносит огромную пользу ветеринарной службе нашего города, работая здесь на Сестрорецкой ветеринарной станции врачом-эпизоатологом.